Итак, друзья, этим утром мы говорим о предстоящей переписи. Она стартует 4 октября. Это уже будет третья по счету кампания в истории суверенной Беларуси. Согласно нашему законодательству, перепись проводится раз в 10 лет. О нюансах переписи 2019 мы поговорим с заместителем председателя Национального статистического комитета Жанной Василевской. Доброе утро, Жанна Николаевна. Все-таки, наверное, первым вопросом будет такой, достаточно банальный и простой. Для чего вообще нужна перепись населения? Ну, перепись населения позволяет собрать уникальные данные, которые мы действительно можем получить один раз в 10 лет. Прежде всего, это о составе семьи. Сколько у нас семьи с одним ребенком, с двумя детьми, с тремя детьми. Это уникальные данные, которые используются практически во всех социально-экономических прогнозах, которые в дальнейшем будут выработаны в Республике Беларусь. А область применения полученной информации какая? Абсолютно широкая. Да, и вообще, например, когда мы будем подсчитывать население по регионам, мы сможем оценить и трудовую нагрузку, и миграция здесь же. То есть, каков уровень миграции? Население у нас очень мобильное стало. Мир динамично развивается. Поэтому говорить о том, что было 10 лет тому назад, когда вы должны были работать, и там, где зарегистрированы или прописаны, то сейчас вы можете быть зарегистрированы или прописаны, как у нас люди любят говорить, по одному адресу, а работать, жить совсем по-другому. Например, в Бресте быть прописано, а работать в Минске. Ну, важный момент, наверное, насколько дорогостоящая будет эта перепись? Расчеты показывают, что она будет дешевле. По количеству переписного персонала, если в прошлую перепись мы привлекали порядка 40 тысяч переписчиков, то в эту перепись мы задействуем 10 тысяч. Ну и новейшие технологии, которые мы будем применять. А вы сказали о новейшей технологии. Какие, например? Все граждане Республики Беларусь, совершеннолетние, могут пройти опрос через интернет. То есть не обязательно, чтобы ходили по домам. Я даже могу не открыть дверь, по большому счету, а просто зайти в интернет после того, как мне постучались. Все, извините, я сейчас сам это все сделаю, и проблем не будет. Мы упростили этот подход. Мы подождем, когда пройдет интернет-перепись. Затем мы посмотрим, по каким адресам люди переписались. И уже с 21 по 30 октября у нас пойдут переписчики. Каков основной перечень вопросов, что касается граждан, касающихся каких-то личных, может быть, конфиденциальных данных, персональных? Вы знаете, что не стоит бояться вопросов. Они, в принципе, и с перепись в перепись одни и те же. То есть это демографические, это миграционные, с учетом новых тенденций, как я уже сказала, что люди очень мобильные у нас. Помимо этого, мы зададим впервые в нашей истории вопросы о сельскохозяйственной деятельности. Это только в целях разработки программ продовольственной безопасности стран. Очень неожиданно интересный момент. А что же за вопросы там будут? Ну, например, если у вас земельный участок. То есть так, да. Если вы выращиваете. Если, да, что вы на нем выращиваете. Если у вас домашний скот. Граждане могут быть уверены, что информация будет конфиденциальной, правильно? Она не выйдет за пределы статистического комитета. И вот интересно, сколько лет она хранится будет до следующей переписи? Данные переписи относятся к данным постоянного хранения. Даже сейчас в Национальном архиве вы можете найти данные переписи и 79-го года, и 89-го, и даже 39-го года. Вот интересный момент. Я заметил, что очень большой блок вопросов посвящен трудоустройству и источникам доходов. Мы же не спрашиваем о том, сколько вы зарабатываете. Мы просто будем спрашивать о том, прежде всего, вы, например, работаете самозанятый или наемный работник, да? К какому виду деятельности относится ваша работа? Но ни в коем случае мы не будем спрашивать, сколько вы зарабатываете. Так же, как нас не будет интересовать наличие у вас машины или кошек и собак. Ну, это все есть в других базах данных. И тем не менее, а может быть, действительно как-то привлечь еще альтернативные источники вот такой информации? Это, возможно, будет, наверное, в следующую перепись. Потому что в настоящее время у нас недостаточно регистров, которые бы позволили свести воедино и получить уникальную картину не только о человеке, но и о семье. Мы изучили содержание переписных листов под номером 25. Есть такой вопрос, сколько детей вы планируете родить. Это не является вторжением в личную жизнь? Вот этот вопрос, что вы сказали о планировании рождения детей, в совокупе с тем вопросом, который предшествует, сколько детей вы родили, позволит построить демографические прогнозы на следующие 10 лет. И станут основой. Вся мировая практика построена именно на этих подходах. Наши родины смотрелись зарубежных фильмов, в которых есть сакраментальная фраза. Любая информация может быть использована против вас. Поэтому, естественно, среди переписчиков наверняка будут появляться какие-то мошенники. Давайте обрисуем портрет истинного переписчика. Что у него должно быть в руках, какие документы. И может ли человек, который открывает ему дверь, взять и убедиться звонком каким-то в организацию? Все наши переписчики будут оснащены планшетами, специальными сумками для хранения планшетов. Помимо этого, у них у всех будет удостоверение переписчика. Если нужно проверить, вы можете попросить предоставить паспорт и сверить данные, которые там предоставлены. На эту информацию мы еще сделаем отдельно. Да, сделаем оценку в нашей программе подробнее. И вообще, безусловно, до 4 октября мы не единожды еще будем говорить о переписи населения. И напоминать нашим гражданам, как она будет проходить. Как будут выглядеть люди, которые будут приходить в их дома, в избежание каких-то неприятных ситуаций. Чтобы их просто не было. Или минимально. У меня последний вопрос. Есть же какой-то процент погрешности в любом случае в подсчетах после переписи? К погрешности можно отнести не участие людей в переписи. Допускается до 10% отказов от участия в переписи. Но этих людей мы все равно посчитаем. Ну что ж, благодарим вас, Жанна Николаевна. Я от себя и от Александра, наверное, хочу добавить, что переписи населения – это важное событие в истории любой страны. Поэтому давайте будем активными гражданами. Да, о переписи 2019 нам рассказала Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета.